Молодежная сборная России по хоккею выиграла суперсерию против юниорских лиг Канады. Это произошло в четвертый раз в истории. От поражения наших хоккеистов выделяли буквально 13 секунд, однако они смогли не только сравнять счет, но и победить. Итог встречи 3-2. За ходом этого напряженного матча следил мой коллега Александр Абрамов. Для того, чтобы выиграть суперсерию против канадских сверстников, в последней игре команде Валерия Брагина достаточно было не проиграть в основное время. Третий период. Сборная лиги Квебека впереди 2-1. Наши сняли вортаря на льду в шестером. За 20 секунд до конца вбрасывание в чужой зоне. Через пару мгновений гол, победный в серии. 2-2 в основное время. То, что российскую молодежку как раз устраивало. Кистевым броском в девятку ничью принес Дмитрий Завгородний. Забросил тем, против кого играет в ежедневном режиме. Россиянин Завгородний выступает как раз в лиге Квебека. По регламенту суперсерии он мог сыграть только против сборной своей лиги. Матч получился действительно эпическим, потому что Брагин, наш главный тренер, заменил воротаря Кочеткова, который до этого пропустил всего лишь одну шайбу в двух матчах. Поставил Тарасова и тот тоже не подкачал. И легионеры наши ребята Завгородний забил гол, сравняя счет в этом матче. Овертайм при таком раскладе глобально уже ничего не решал. При игре в большинстве щелчком с дальней дистанции победу российской молодежки принес защитник Савелий Ольшанский. 3-2 в матче и 4-2 в серии. Впервые с 2014 года молодежная сборная России выиграла суперсерию против канадских команд. Команда Валерия Брагина за минувшие полторы недели в своем канадском турне сначала обменялась победами в матчах против сборной Западной хоккейной лиги. Потом играли два матча против сборной лиги Онтарио. Там также поражение и победа. Причем победа получилась сухой 4-0. Такого не было 4 года. И вот в сдвоенном противостоянии против сборной Квебека две победы. Молодежные суперсерии проводят с 2003 года. Почти все нынешние суперзвезды российского хоккея когда-то принимали участие в турне по канадским провинциям. Молодежная сборная России ноябрьского образца это всегда прообраз той команды, которая на Новый год играет на молодежном чемпионате мира. В этой победной суперсерии отличную заявку на то, что бы стать первым вратарем на чемпионате мира сделал Даниил Тарасов. Вратарь из системы Салавата Юлаева клуба МХЛ Тарос. Тарасов сыграл в четырех матчах из шести. Если бы не он в последнем матче серии в ночь с четверга на пятницу российская молодежка вполне могла проиграть. А лучшим снайпером команды в этой серии стал капитан Павел Шен. Он также из Салавата и уже имеет опыт выступления во взрослой континентальной хоккейной лиге. Интересный состав подбирается под молодежный чемпионат мира. Видны вратари. Более-менее, понятно, защита, но в атаке где-то конкурс по два человека на место. То есть действительно очень большой выбор, кого брать. Нету таких прям супер-мега-звезд, как там были Овечкин Малкин в свое время, как есть Свечников в Каролине. Он, конечно, непонятно, пустит. Молодежный чемпионат мира, как обычно, на новогодние праздники в этом году пройдет в Ванкувере. Валерию Брагину осталось определиться с составом, а самим хоккеистом сейчас в команде ребята 99-го 2000-го годов рождения. Победа в супер-серии придаст уверенности перед главным турниром года. Александр Абраунов и Ксения Клименко. Вести. Продолжение следует.